Карантина слабили, а значит горожанам снова можно гулять в скверах и парках. В свою очередь, в мае риск подхватить клеща особенно велик, несмотря на прохладную погоду. Эти паразиты переносят множество опасных инфекций. Для защиты от них нужно правильно одеваться и регулярно себя осматривать. При укусах клещей самая большая вероятность подхватить болезнь лайма. Отеки, головные боли, жары, кожные сыпи – это основные симптомы. Чаще всего эту болезнь лечит антибиотиками. Несвоевременная терапия может привести к инвалидности или даже смерти. Зачастую клещи прячутся на листьях, в кустах и в высокой траве. Паразиты коварны. Почувствовать их укус практически невозможно. Вместе со слюной насекомое вводит обезболивающее вещество. Место укуса начинает слегка побаливать лишь на второй-третий день. Клеща можно обнаружить подмышками, в ушах и около ушей, на шее, внутри пупка, на сгибах коленей, локтей, в волосах, между ног и вокруг талии. Поэтому для профилактики врачи советуют правильно подбирать одежду перед посещением парков и скверов. Одежда должна быть прежде всего светлой, то есть не надо одевать темную одежду, и с длинными, плотно прилегающими к запястью рукавами и длинными штанинами. И желательно заправлять брюки в обувь и, конечно, желательно одевать головной убор. Если же укус избежать не удалось, место, куда прицепился клещ, необходимо обработать спиртом. Затем в ход идут подручные средства – иголки, нитки, крючки или пинцеты. Захватить пинцетом само насекомое и как можно ближе к его головке, чтобы потом, когда вы вытягиваете клеща, не осталась там головка. И медленно поворачиваем клеща примерно где-то на 180 градусов. Делает такие вывинчивающие движения. Затем врачи советуют поместить клеща в стеклянную тару и привезти в лабораторию для дальнейшего исследования.